на канал из агет поступил вопрос как искупить грех аборта я бы сказал так как покаяться грехи аборта ну во первых надо помнить что аборт это грех смертный и которая ведет к смет который уже привел к смерти эксперты ребенка который ведет к смерти души матери которая сделает аборт или отца который способствовал тому аборту но и смертный грех требует вспомнить до смерти Напомнить об этом грехе Нельзя забывать, нельзя к этому легко относиться Если совершен грех аборта И произошла такая трагедия в жизни То ни в коем случае нельзя Себя в чем-то оправдывать Вот такие обстоятельства Кто-то там посоветовал Я ничего не могла сделать А что же еще по-другому И так далее, и так далее Я там болел или плод был больной Лучше об этом не говорить Лучше каяться так, как есть Это будет честно Потому что ничто не оправдает человека в убийстве Тоже можно оправдаться Вот я есть хотел, взял, ограбил и убил кого-то Это что, оправдание ради? Или там был не в себе немножко Это тоже плохое оправдание То же самое и здесь, не надо оправдаться У Силуана Афонского Есть такие слова, что Ходи по краю Ада, можно сказать Держи ум свой в аде Ну не отчаивайся Поэтому с одной стороны Надо, конечно, понимать Что за грех аборта Нас ждет гиена огненная Но с другой стороны Нельзя терять христианской надежды Потому что милости в Господе И вопреки всякой логике Господь нас прощает Если мы по человеческому разумению Никогда не сможем простить убийство Это не по силу простому человеку Но Господь может простить нас Но для этого нужно пройти путь покаяния Недостаточно одной исповеди в аборте Все-таки Если мы убили какого-то человека Сознательно или несознательно То и надо жить не только за себя Но и за этого человека То есть делать добрые дела Служить Богу людям не только за себя Но за тех, кого мы лишили жизни Это тоже надо помнить Чтобы скупить грех аборта Покаяться грехи аборта Надо идти по пути прощения Других людей Простим И нас Господь простит Простим еще раз И нас Господь простит И так всю жизнь Прощение, прощение А потом мы будем верить Что будет и все прощение Но нам нужно прощать Мы не имеем права ни на кого обижаться Потому что мы Богу должники И людям должники Чтобы покаяться грехи аборта Хорошо, если мы будем Сами советовать Напоминать другим людям Как страшен этот грех Как хорошо иметь детей Как важно относиться к жизни человека бережно Понимая, что жизнь человека Это величайший дар Божий Если мы поучаствуем в этом Если мы спасем хотя бы одну душу Условно говоря Спасем хотя бы одну жизнь Точнее сказать То это будет Весомо вкладно В копилку нашего покаяния Ну и конечно Надо иметь сокрушение сердца Не терять этого сокрушения Но не путать это с унынием Потому что уныние Отчаяние Уныние Это является греховным состоянием души Человек унывает Когда не верует Когда мы верим Да, мы сокрушаем сердце свое Оно у нас болит За наши грехи Но Помимо сокрушения Все же мы Надеемся на милость Божию Все же Мы имеем любовь к Богу Все же мы Испытываем радость От Бога общения И в душе человека Сочетается И радость И скорбь И все в одной душе И все это можно И все это в одной духовной жизни Совершается Но В этом и будет покаяние Во всей Полноте И мы читаем еще написание В книге Деяний Покайся В грехе Всем твоем И молись Богу Может быть отпустится тебе Помысел сердца твоего И мы тоже Покаясь в грехе Нашем И будем молиться Богу И делать все возможное Чтобы искупить Наши грехи И будем верить В том что отпустит Господь грехи наши